Он вообще наш. Я с Коголыма много лет прожила. Он оттуда с Коголыма молодец и Тюмень сделал красивую. А Коголым вообще сказка. Знаешь, сейчас Москву приводят в порядок, хотя москвичи его не любят почему-то. Ну поднял Тюмень, забрали в Москву. Там вроде как поднял Москву, там дороги, все вот это дела. Всегда мы рады видеть нашего земляка в должности президента. Мы ему доверяли всегда, когда он был губернатором, он доверие оправдал. И президентом, безусловно, мы уверены, тоже оправдает. Учитывая его политику насчет Тюмени, думаю, что почему бы и нет. За Собянина, да, потому что, по крайней мере, то, что когда он был руководителем нашего региона, у нас здесь было все замечательно и хорошо. Не, без разницы. Что-то играются там между собой, это не для меня. Я о нем слышала только все хорошее и положительное. Не хожу на выборы из принципа, то есть, ну да, такая позиция. В порядке Москве наводят, ну так как бы, вроде как бы пока с положительной стороны. При нем рассела Тюмень и Тюменская область, да, он неплохой управленец, насколько я знаю. Я очень мало понимаю в политике, но то, что он делает, это, по крайней мере, видимо, да, есть люди недовольные, но недовольные всегда есть. Первонаперво все тюменцы, конечно, помнят, насколько были качественные, быстро реконструированы все дороги. То есть, из разбитого города буквально превратился в цивилизованный город благодаря только реконструкции дорог. Ну, и очень хорошо отреставрирован был центр. То есть, все здания, фасады зданий в центре города. То есть, вот этим вот запомнился как-то. Возможно, он и лучший из того, что у нас на данный момент имеется, но для меня это специалист, что называется, как сказать-то, ну, картонного профиля. Потому что губернатор, стоя здесь, в Тюмени, построил не дороги, а направления, потому что они безливневые канализации. Вот здесь я просто не понимаю, как вообще пропущен этот проект строительства этих дорог без, ну, элементарных вещей. Ну, видимо, я хожу не по тем дорогам, потому что вот по каким хожу я дорогам, все хорошо. У нас в Тюмени одни из самых лучших дорог все-таки, потому что я часто бываю в других городах, там таких дорог нет. Он бы, я думаю, страну бы нашу поднял бы очень крепко. Очень хороший хозяйственник. Но даже если он станет президентом, у меня сразу вопрос, а зачем? Ну, то есть, это же смена фигур в одной и той же системе. Да, конечно. Собянин, да, чтобы стал президентом России, да.